Ну что ж, перейдем к заданиям пятого дня марафона по кликсенсу от Data Yoga и перейдем к выполнению душевных заданий, которые несколько попроще, чем корпоративные. Первое, что вы увидите, открыв приложение, это вот такой вот непонятный лист. Наверное, для тех, кто не имеет большого опыта работы с базами данных, это может вызывать какие-то опасения. Для того, чтобы понимать вообще, что здесь существует, да, вот в этом листе есть какие-то данные или нет, я вам рекомендую следующее. Вот здесь вот в верхнем левом углу существует такой значок с тремя полосочками. Вы его открываете и выбираете вариант просмотра модели данных. Вы здесь видите, какие у вас данные вообще загружены. Если у вас... Вы можете вот здесь вот нажать кнопочку предварительный просмотр, выбрать необходимую табличку и увидеть вообще, что здесь существует. Вы видите, что у вас есть одна таблица, которая называется KS Projects 3 и в ней есть поля ID, number of records, backers, категории, country и так далее. Вот здесь вот есть вот такая вот возможность протянуть. Вы можете выбрать любой из показателей и видеть, сколько их всего уникальных, какие, какими свойствами они обладают и так далее. Вернемся в обзор приложения и открываем лист. На что еще хотелось бы обратить ваше внимание. При выполнении заданий вы наверняка столкнетесь с такой проблемой, что, например, существует описание какой-то... А вы в дата-йоге еще не проходили выражения, да? Вы не знаете, как их правильно писать. Вы не беспокойтесь. Вы берите и просто... Для начала можете копировать то выражение, которое применено в задаче с решением. И примените его к своей задаче. Чуть позже, когда вы дойдете, например, до десятого дня, вы увидите, что такое... Как правильно писать выражение, что такое set-анализ. Вот. Я на всякий случай все равно буду все разъяснять, но не переживайте из-за того, что сейчас вам что-то непонятно. Да? Вспомните, как вы в школе учили русский язык, и когда вы писали диктанты... Не знаю, там, в пятом-шестом классе вам, наверное, учитель диктовал, где ставить точку, где двоеточие, где точку с запятой. А потом, когда вы дошли до одиннадцатого класса, вы все правила изучили, и вам уже учитель ничего не подсказывал. Вот. Ну что ж, давайте приступим к выполнению нашего задания. Да? Мы... Что мы делаем? Мы на вкладке «Анализ» жмем кнопочку «Изменить». Вот. И читаем наше само задание. Оно звучит так. Так. Постройте обычную таблицу со списком проектов, их категорий и стран. Мы идем в раздел «Диаграммы» и находим там вот такой вот значок «Таблица». Обращаю ваше внимание, что сверху есть сводная таблица, но нам нужна именно обычная таблица. Так. Нам необходимо построить следующие колонки. «Список проектов». Да? Это то, что в данном случае мы не будем считать. Да? Это просто название строк. Поэтому мы выбираем измерение. Те, кто внимательно посмотрел модель данных, ну или те, кто уже смотрел решение, они могут уже знать, что название проекта – это «Нейм». «Нейм». Да? Мы можем зайти в этот столбец и сразу же переименовать, назвать его «Проект». Нам нужен еще один столбец, который называется «Категория». Кстати, обращаю внимание, что категории здесь бывают двух видов. Есть обычные категории, есть подкатегории. И некоторые уже могли споткнуться об эти варианты. Вот есть категории, а есть «Мейн-категории». В «Мейн-категории» 186 тысяч записей, ой, вру, 15 уникальных значений, а в категориях уникальных значений 159. Мы выбираем для решения данной задачи «Мейн-категории». Выбираем необходимый столбец. «Мейн-категории». Переименовываем его в «Категорию». Видим, что здесь тоже изменилось название. И «Список стран». Странно, мы тоже переименовываем. Чтобы все по-русски было. Так. Построили табличку. Теперь нам необходимо вывести сумму собранных средств. И если она оказалась выше целевой, окрасить ее в голубой цвет, а в противном случае – в оранжевый цвет. Так. Сумма собранных средств – это поле, которое называется «USD Pledged Real». Мы берем, добавляем это поле. Можно вот так вот. Вы меня простите, я не могу смотреть на такие цифры. Сразу приведу их в порядок. «Авто число». И это у нас называется «Сбор». Так. А также нам необходимо добавить меру, которая называется «Целевая сумма». Можно по-другому добавить меру. Мера. Она у нас называется «Goal», «USD Goal Real». И тоже мы указываем сумму. Называем ее «Цель». Называем ее «Цель». Так. Обращаю ваше внимание, то, что мы считаем. Можем складывать, почитать цифры. Это меры. Все остальное – это измерения. У нас есть задание, что если сбор больше цели, то необходимо покрасить в голубой цвет или в оранжевый. В противном случае. Мы идем в столбец «Сборы» и выбираем выражение для цвета текста. Если колонка у нас с цифрами всего две колонки. Первая – это фактические сборы, вторая – это целевые. Колонки с измерениями у нас игнорируются. Если первая колонка больше, чем колонка вторая, то в таком случае мы применяем функцию «blue». Да, так как эта функция, она пишется со скобками. А в противном случае нам сказано, как применить функцию «orange». Мы закрыли выражение, но мы смотрим внизу. Написано «Error in expression». «Orange is not a valid function». То есть такой функции не существует. Если, ну, видимо, это небольшая ошибка в задании. Если вы посмотрите, как само решение задачи «DataYoga», у них указано «red». Вот, применяем. Ой! А вы знаете, я написала в соседнюю колонку, я не цвет текста изменила, а цвет фона. Поэтому уберем, вырезаем и вставляем. Точно так же мы видим, что цвет изменился. Так. Дальше нам необходимо найти проект из категории «Игры», набравший наибольшее число сторонников и запущенный в 2016 году. Нам же еще в отдельном столбце необходимо вычислить среднюю сумму пожертвования на каждого сторонника. Так. Это значит, что нам нужно указать по каждой... Что у нас средняя сумма пожертвования, да? Это соотношение сбора, да, к количеству последователей, бэккерс. И мы берем... Добавляем еще один столбец. Это тоже будет... Ой! Это будет мера. Которая называется... Суммирует количество фанатов. Мы берем и называем это «Фанаты». И считаем теперь среднюю сумму пожертвования на каждого... Среднюю сумму... Среднюю сумму... Это тоже будет мера. Мы можем указать, что в числителе у нас будет... И я ее сразу изменю на то, что это будет соотношение суммы сборов... К сумме пожертвований... О, и к сумме... Фанатов. И назовем мы это «Средний сбор». Пункт 1а. Необходимо найти проект из категории «Игры», набравший наибольшее число сторонников и запущенный в 2016 году. Назовите проект, число его сторонников и среднюю сумму пожертвования. У нас здесь не хватает информации о дате запуска. Мы добавляем столбец «Измерение». И здесь у нас 2 даты с календарями. Мы выбираем год. Пишем, что это год. Жмем «Готово». Даже на всякий случай «Сохранить». И теперь ищем то, что нам необходимо. Категория у нас... Ой. Категория у нас «Геймс». Год у нас 2016-й. И сортируем мы по количеству фанатов. 85 тысяч с половиной человек собрал проект «Bears vs. Babies» – «A Card Game». Теперь выполняем пункт второй. Какое количество успешно завершившихся проектов, относящихся к категории «Еда», набрали в среднем более 1000 долларов с человека? В каком году было меньше всего таких проектов? Мы видим, что у нас не хватает такого поля, которое показывает, как проект закончился успешно или неуспешно. Нам необходимо добавить его тоже в поле «Измерения». И это будет «State». Назову это, наверное, «Успешность». Ну, или «Успешность». Так. Готово. И выбираем... Применяем фильтры. Категория «Еда». Оп. Наверное, это «Food». «Успешность». И нам осталось отсортировать те проекты, которые собрали в среднем больше 1000 долларов с человека. Мы можем, конечно, поступить... Посчитать вручную, но, наверное, это будет не очень удобно. Мы можем автоматизировать этот процесс. Что мы делаем? Мы заходим в наш средний сбор и выставляем условия. Что мы его считаем. Вот то условие, которое есть, мы копируем. И выставляем условие. Если... Вот это выражение больше нуля... О, больше 1000. То посчитайте нам вот это выражение. Так. Так. И второе, что нам нужно сделать здесь же. Функция итоговых значений будет не суммировать, да? А будет указывать... Ох. Количество таких строчек. Вот, посмотрите. Мы выставили автоматические ограничения. И мы видим, что таких 7. А здесь же... Нужно указать, в каком году было меньше всего таких проектов. Выбираем годы. В 15-м году таких было 3. Да, вот мы видим их 3. Так. В 16-м году таких был 1. А в 17-м году таких было тоже 3. Значит, меньше всего было в 16-м году. Так. Ну что ж, я предлагаю перейти ко второму пункту этого задания. Для начала мы создадим новый лист. Назовем его «Сводная таблица». И перейдем на него. Там, в согласном условии, нам нужно создать сводную таблицу. Вы знаете, я скажу... Ну, мне кажется, что в задаче и в ее решении, предоставленном дата йога, существуют ошибки. Поэтому я буду исходить в этом решении из, собственно говоря, из той задачи, которая в конечном итоге поставлена. Да. В качестве измерения мы добавим сначала основную категорию и назовем категория, которая «Main». Затем мы добавим «Подкатегорию». Затем мы добавим «Подкатегорию». «Подкатегория». Т.е. текущее состояние. То, что называется «State». «State». В качестве меры мы посчитаем количество фанатов. Да. Укажем здесь «Сум». «Фанаты». И количество самих проектов. Каждый проект у нас уникальный. По сути, это строки. Это самый низкий уровень детализации. Поэтому мы их будем не суммировать, а считать методом «Count». «Проекты». Обращаю ваше внимание, что на самом нижнем уровне детализации у одного проекта может быть 10 фанатов, может быть 1000 фанатов. Но у проектов может быть только один проект. Поэтому проекты мы считаем «Count», а фанатов «Sum» при помощи функции «Sum». Давайте посмотрим, что мы получили. Мы получили такую интересную табличку. Обращаю ваше внимание на то, что фильтрацию можно использовать буквально здесь. Вы можете выбрать в сводной таблице. Вот так вот. Два типа положения. И это нам очень поможет. Вы можете менять категорию и подкатегорию. Если у нас сверху будет категория, то под плюсиком у нас будет разбираться все существующие подкатегории. А если мы поставим подкатегорию наверх, то когда мы будем нажимать плюсик, мы будем видеть, к какой категории относится данный проект или данная группа проектов. Объясняю почему. Ну, собственно говоря, одна подкатегория может относиться только к одной категории. У каждой категории есть несколько подкатегорий, а у каждой подкатегории на более высоком уровне иерархическом только одна. Вот. Также вы можете поменять текущее состояние фанатов и страны. Но мы оставим то, как есть. Мы видим, что здесь сортировка не очень удобная нам дана. Да, поэтому мы применяем изменения. Поэтому мы изменяем сортировку. Идем в раздел сортировка. Хотя мы можем даже... Я копирую выражение из фанатов, да? Идем в сортировку. И то, что нам нужно. Нам требуется сортировка по выражению. По убыванию от самого большого к самому маленькому по количеству фанатов. И по стране. Тоже по убыванию. Мы жмем готово. Нам нужны подкатегории. Мы видим, что если отсортировать подкатегорию от самого большого к самому маленькому. И страны. То самое большое количество... Упс. Самое большое провальных проектов относится к product design в Соединенных Штатах Америки. Обращаю ваше внимание, что в ответах, которые даны дата йога за следующий день, существует ошибка. Там написано, что самое большое количество в такой подкатегории это 84659. Ну, все ошибаются иногда. Мы переходим к выполнению задания 2b. Где стоит вопрос, какая страна находится на третьем месте по количеству успешно завершенных проектов в категории фильмы и видео. Нас теперь интересуют категории. Фильмы и видео. Мы берем просто вот так вот выбираем. Фильмы и видео. И это должны быть успешные проекты. И вот мы видим, что у нас на третьем месте Canada CA. В котором 297 проектов. На что хотелось бы обратить внимание, это конечно то, что здесь у нас... Мы не забываем, мы не изменяли тип сортировки. Она у нас идет по количеству фанатов. Да, мы видим, что после 86 сразу же у нас получается 103. Это говорит о том, что может что-то неверно. Мы идем в настройки. Мы можем для удобства, да, копируем выражение для количества проектов, да. Затем мы идем в сортировку. И сортируем по выражению по убыванию в разделе подкатегория и в разделе страна. Ну, собственно говоря, у нас остается совершенно верным значение, которое у нас уже было. Да, 297. Но дальше оно у нас идет отсортированное по количеству проектов, а не по количеству фанатов. Что еще... На что еще стоит обратить внимание? Здесь есть под звездочкой задача создать детализированное мастер измерения. Я сознательно не стала этого делать, потому что это приводит к тому, что первый пункт вообще не решить. Но я вам покажу, как это делается, как это сделали ребята из дата йоги. Так. Мы снимаем фильтры. Мы идем в основные элементы. Здесь есть измерения, меры, визуализации, другие состояния. И мы берем измерение и жмем кнопочку создать. В поле мы выбираем сначала main категории. Это категория более высокого уровня. Оно у нас должно быть детализированным. Не одиночным, а детализированным. Поэтому мы выбираем второе, которое идет как подкатегория. По-английски просто категория. И называем это категория подкатегория. И жмем кнопочку создать. В данные мы добавляем вот эту категорию подкатегорию. Оно у нас в поле сразу же начинает ругаться. Да. Но мы убираем подкатегорию. Кстати, еще рекомендую вот здесь вот включить кнопочку показать итоги. Так будет удобнее. Потом поймете почему. И не забываем, что у нас должна быть сортировка. Для решения второй задачи по каунт-айди. Здесь мы выбираем сортировку по выражению, по убыванию. Готово. И, например, для решения второй задачи, напомню, у нас там текущее состояние должно быть успешным. А главная категория у нас фильмы и видео. У нас, напоминаю, идет сортировка по количеству проектов. И мы здесь видим, что на третьем месте у нас стоит Канада. Но о чем мы не должны забывать. С чем мы столкнемся при решении первой задачи. Мы выбираем фэпт. И мы видим, что у нас вот такая огромная простыня. И нам необходимо заходить в каждый проект, чтобы посмотреть количество, ну, например, проектов. Или, если мы сделаем сортировку по фанатам, можно по фанатам смотреть. Необходимо будет залезать непосредственно в каждую категорию и искать, какая из их подкатегорий набрала самое большое количество. Это очень неудобно. Поэтому мне кажется, что первый вариант решения задачи с полями категории и подкатегории правильнее. Ну что ж, давайте выполним третье задание. На всякий случай хочется вас предупредить, что необходимо очистить от всех фильтров вашу примененную выборку. Чтобы у вас не получилось так, что у вас цифры не сходятся. Так, мы открываем наш лист сводной таблицы. Применяем KPI, ключевой показатель. Если у вас английская выборка, ну, обратите внимание, просто по значку ищите такой же, где решетка с единицей. Добавляем. Задание звучит так. Построим KPI по средней сумме пожертвования каждого участника. Результат округлим до целого числа. Пожертвования у нас... Пожертвования у нас выполняются по формуле... Считается по формуле суммы всех пожертвований. И она делится на количество... На сумму всех участников, всех фанатов. У нас число должно быть округленное до целого. Назовем это... Среднее пожертвование. Пожертв... В... П... П... И добавляем еще второй показатель эффективности. По условию задачи это... Процент успешных проектов от общего числа проектов. Вот. Где-то у нас было общее количество проектов. Это айтишники. И здесь у нас идет соотношение двух... Ну... Двух... Ну... Айтишников этих проектов. Здесь у нас идет соотношение двух... Назначений. Да. В знаменателе у нас полное количество всех проектов. А в числителе мы к числу всех проектов применим модификаторы, которые выберут только успешные. Да. Для этого мы строим выражение сначала в фигурных стрелках, в скобках, потом в угловых. И пишем... State. Да. State это у нас показатель... Это состояние проекта. Вы помните, они могут быть проваленными, успешными, неуспешными. State. И пишем сначала... Ставим фигурные скобки, а затем два апострофа. И мы передаем значение StateSuccessful. Еще важно не опечататься. Мы уже видим, что получилось 0.31. Это должно быть число с процентами. Пусть они у нас тоже будут округлены до единицы. И пишем... Успешные проекты. Готово. Вот так у нас красиво все выглядит. Ну, давайте до встречи на новом уроке. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok